добрый день друзья возвращаемся в прямой эфир и отправляемся в гости к алексею журавка алексей валерьевич приветствую тебя приветствую тебя ну смотри интересные вещи сейчас на украине происходят опять там в трехсторонней контактной группе леонид макарыч веселит своих собеседников со стороны донбасса и российской федерации говорят борис грызлов даже матерно выражаться начал никого и ничего не стесняясь объясни пожалуйста вот киев в конце концов как ты и прогнозировал с катушек слетит и отдаст команду киев я в широком смысле имею ввиду отдаст команду на провокацию будь то донбасс будь то крым будь то приднестровье вместе с мая санду или же ну не здравого смысла а поразумение там не знаю трусости хватит удержать себя в руках и не рисковать не ставить на кон государственный суверенитет украины ну в этой ситуации будем говорить так он фактически уже с катушек съехал осталось немножко еще то что это все приведет конфликту и к провокации это уже явно и видно невооруженным взглядом не надо быть даже здесь докой для того чтобы не видеть куда они идут давай будем говорить так они на самом деле себя сами загоняют в угол с которого им будет очень тяжело выйти ну я объясню так евросоюз сателлиты сша загнали крысу в угол и теперь начинают ее натаскивать все что мы с тобой говорили никто минские соглашения выполнять не будет она все подтвердилось ну далеко не надо ходить чтоб знать на сегодняшний день кто такой кравчук да и надо посмотреть кто в этой группе находится либо шизофреники либо бибилы либо сарасята либо грантаята как бы их там назвать они не руководствуются на сегодняшний день будем говорить государством под названием украина ну а президент он вообще не понимает что он говорит где он присутствует ну и что такое государство поэтому надо из этого исходить но и тут все становится понятно что ребята рано или поздно этот нарыв рванет я повторюсь нужно уже определяться россии и самой да а в следующий раз если повторится донбасс не надо сдерживать вот и все если говорить честно с этим бардаком который происходит вокруг донбасса это со стороны украины и вокруг россии со стороны евросоюза соединенных штатов и нато надо тоже заканчивать играть в эти смешные кровавые игры ни к чему хорошему не доведет и следующее что там россия не делала как бы она не показывала что на миролюбивая что она свои войска везде не расставляет или ракеты не ставит что она приверженница мира ну будем говорить так пушистая такая хорош она во всем будет виновата как бы мы этого не хотели мир уже изменился позиции все экономические во всех отношениях изменились и все они идут против россии потому что сильная россия и равенство и права правильные рыночные никому не нужны мы на сегодняшний день боремся с ветряными мельницами и льем воду я не понимаю для чего мы это делаем вот я допустим сторонник это раз по зубам надавать и закончить с этой проблематике вот молдова кто она такая санду или как там или вот допустим белоруссии новый якобы ушастый президент который на сковородке даже котлеты не может пожарить нормально но рассказывать что надо дома хозяйка кто она такая все эти люди это разрушители они где сегодня питаются все из-за бура они не думают о людях вот и все поэтому о чем тут говорить говорить то и нечего надо заканчивать вели там миротворцев крабак отлично правильно поступили теперь украина один раз рубанули по донбассу ребят ну мы вас последний раз когда подели следующее донбасские войска будут на границе области это мариуполь это милитополь это будем донецкая область холосту ли один раз по загривку не поняли а где там у вас находятся вот эти вот будем тербаты и всякое вот это от репли одна ракетка прилетела побили и закончилась это все а потом следующее предупреждение ребят еще один натовский самолет пролетит это наша зона интересов славянского мира хлуси он упал но они же извини мх-17 над донбассом расстреляли ну я на своем же остановлюсь а остановлюсь в этом виновата украина в этом виноваты спецслужбы америки англии да мне хоть черт лысый это люди враги к нам не абсолютно все равно понимаешь мы даже так же самое адекватно происходить ну слушай в германии какая-то министр непонятная вышла с буду на или бог его знает что с ней случилось забыла про 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 дедушку про бак про про бабушку про бабушку про дедушку или дедушку кого-то забыла что с ним случилось сорок пятом году и чем это закончилось я тут поддерживаю шагу он правильно сказал у нас директор свой у нас школа своя чего лезете к нам а второе он же правильно сказал ребят вспомните бабушек дедушек своих вы еще лет сто будете отмываться от этого греха который вы натворили вы сколько людей погубили убили сорок первым до сорок пятого о чем мы говорим по моему счету уже надо заканчивать да я ужительно отношусь грезлов я удивляюсь как это он еще терпел так долго вот эту всю клоунаду и чисто плюйство вот я не понимаю слушай ну причем здесь россия россия наблюдатель данных подписанк минских соглашений но она не есть сторонник конфликта она пытается урегулировать но тут ребята не могут понять тут знаешь по наше понесло везде там мосты надо по новой взрывать в крыму там надо турецкие какие-то беспилотники чтоб уже летали стреляли гопали но надо заканчивать понимаешь ну вот у меня мне непонятно ну 20 соглашений украина подписала с турцией на 30 процентов дешевле эти беспилотники будут строиться украины я не понял вместо того чтоб унитазы производить да сковородки производить корабли производить они машину убийца производит да летающие тонус ребят ну раз вы хотите где вы там хотите их производить на мотор сичи или еще где-то ну бабахнете один раз ракетой да и все я уже прямо но с этим надо заканчивать ведь должны страдать те кто призывает к войне должны страдать те войска которые проводят террористическую атаку фактически против другого государства вот это мое понимание да я украинец завтра сбу за возьмут заметку твоего эфира что я намолок и мне еще пришлёпают одно уголовное дело я им хочу сказать ребят пришивайте уголовное дело мне за такие призывы я против терроризма я против войны и вообще вас как каратели надо отправлять по тюрьму вот и все это моё личное мнение но я понимаю что ты как и я сторонник доктрины мир спасут любовь и массовые расстрелы мы придем с любовью и с расстрелами надеюсь которые будут не массовые но давным давно пора наверное многим было бы понять что если утираться улыбаться а нам будут говорить русские сидите и не дергайтесь мы будем вам срать на голову мы будем вам угрожать санкциями и постепенно как коту хвост рубить эти санкции выводить выводить но вы не дергайтесь вот красная линия за нее не переходите может нам когда-то и пора переходить за красной линии и делать так чтобы действительно падали американские самолеты над украинской территории чтобы каждый сенченко ислямов порошенко наверняка знал что в любую минуту к нему прилетит ракета на его мобильный телефон нацеленная и его не будет его будут собирать по деревьям по асфальту там где угодно то есть надо с террористами вести себя правильно так как ведут себя другие я не настолько кровожадный как ты кровожадный я вот смотрю ты какой-то кровожадный но это неправильно сенченко вот наподобие этого его должны спецслужбы выкрасть и осудить за тот геноцид который он призывал отключить воду до того же самого ислям его и еще кого-то там тоже должны выкрасть ну ты посмотри он в иране просто ядерщика химика кто он такой он ученый вы вы взяли его убили и европейское сообщество и американское сообщество молчит вот уж явно что это спецслужбы какие-то дела на чужом государстве просто провели террористический акт но как только россия уничтожает тех людей которые уничтожают инфраструктуру чужого государства им ничего нельзя ах вы бедники ты посмотри что полиция творила во франции последний раз там же убивали на ухтах так они там зверский закон принимают и ничего да а теперь приведем пример я выпустил ролик и сегодня с утра тебе говорю электромаш херсонский вы посмотрите такое ощущение как будто там война побывала да но подождите но людей же тоже надо защитить последняя отбирает на существование на жизнь право отбирать подожди а как это называть это тоже самое нападение только другими средствами и методами просто разбомбили всю инфраструктуру отобрали заработок и все остальное а это не война а это не геноцид это тоже само убили когда-то хорошую красивую страну под названием украина ну ты сергей не против украинского языка нет ты против вот этой шизофрении которая происходит так же самое а с ней как надо бороться либо дурки открывать и халаты надевать их туда всех перед до либо зачищать либо должен суд справедливый быть как это нюнбергский процесс когда все убийцы должны висеть грубо говоря как она есть согласно закона все преступления должны быть доказаны что они творили ты что думаешь вот эти сарасята коллаборанты которые уничтожают мою любимую украину я должен терпеть но я вообще-то созидатель меня не интересует убийство предприятий или чтобы у меня был работник голодный меня интересует чтобы он был сытый предприятия работали мы выпускали сковородки утюги пусть даже те же самые ракеты но для защиты но не для убийства собственного народа но лишь там как варвары просто убивают собственный народ им же пофиг а во всем этом виновата оказывается россия и сергей веселовский но глеб лишенков позавчера по моему написал по поводу заявление арсена борисовича авакова который вдруг националистов нацистов увидел сказал ай-яй-яй нацисты но и глеб лишенко украинский журналист говорит ну неужели аваков чего-то осознал нифига аваков не осознал но самое интересное если мы действительно жестко и решительно будем действовать в отношении украины такие как арсен аваков еще будут принимать таких как алексей журавка в областные организации партии единая россия и будут отказывать потому что сказать журавка где ты был когда мы боролись с бандеровской оккупацией я здесь в подполье был а ты журавка в москве прохлаждался вот гадом буду у нас крыму такие аваковы в единую россию первыми поступали так что и когда вернемся вот увидишь кто будет возглавлять ячейки ты знаешь самое страшное когда мы вот с этим отребием всем заигрываем и прекратили понимать что такое предатель что такое коллаборант что такое нацизм и что такое враг собственного народа вот когда мы определимся сами в себе и прекратим играть в эту в этот либерализм в эту лживую демократию которой я не верю а станем самим собой в первую очередь и будем понимать что мы народ победитель и будем понимать что у нас есть свои собственные достоинства тогда мы начнем отпор давать на сегодняшний день я считаю что мы вот это все отребием здесь должны зачищать дабы не повторить ошибки украины молдовы белоруссии и других стран которые сегодня пострадали от внешнего управления вот и все но пока мы с тобой говорим о мой товарищ и руководитель константин кнырик зарегистрировался на тик ток и в ужасе комментирует говорит первое что я увидел это абсолютно русофобские вообще антироссийские ролики которые тик ток ему реками в рекомендации высыпал то есть пока мы боремся на внешнем контуре с врагами внутри наших детей превращают в русофобов в таких маленьких бандеренышей которые в свое время выйдут на российские майданы и устроят нам вот то самое что четырнадцатом году уже устроили бандерапса на украине вот куда еще надо обратить внимание и понять где и как нас пробивают не дай бог конечно но то что я вижу что даже вот ты назвал тик ток да а я тебе назову яндекс мне он очень сильно не нравится он просто-напросто фильтрует и он даже хуже чем фейсбук становится мной к отношениям сколько моих статей он поудалял и все говорят что это русский сайт да какой он русский он полностью либералистический он полностью лжедемократический я ушел с яндекса хотя набрал я 130 тысяч подписчиков а потом я просто ушел я уже сомневаюсь нашли это ресурс патриотический ли этот ресурс о чем это хотим на самом деле я не понимаю поэтому я в открытую говорю тебе по поводу яндекс эфир я могу полчаса говорить о том как они нас гнобят уничтожают вот мой коллега сидит из пятницы пытается эфиры загрузить модераторы рубят все на свете каждый десятый от силы наш эфир заходит на площадку вот эту на платформу яндекс и не на стрессу массовой информации нас выше уровня блогеры не пускают то есть мы международное информагентство у которого полмиллиона было подписчиков на ю тубе в яндексе нас считают маленьким таким вот человечком который там где-то сидит его никто никому не показывают нас прячут нас нету в топах нас нету нигде вот такая вот она российская платформа о которых сейчас так наш роспотребнадзор печется и чем больше им будут давать деньги тем больше они будут становиться русофобскими вот у меня такое ощущение валерий мне коллеги показывать время и стекло спасибо тебе большое встретились поговорили выплеснули свои эмоции и пошли каждый по своим делам заниматься нужным и полезным делом до встречи итак дорогие друзья это был алексей журавка программе на самом деле мы ненадолго вас покинем сейчас вернемся